20.00 по времени Астаны. Вы смотрите вечернюю информационную программу на телеканале Хабар 24. Я Сергей Гергель и мои коллеги готовы рассказать о событиях в стране и мире. Добрый вечер. Президент Казахстана встретился с министром торговли США. Переговоры прошли в Астане. Как отметил Нурсултан Азарбаев, визит у Улбора Росса говорит о заинтересованности штатов в развитии сотрудничества с регионом Центральной Азии, которое будет способствовать укреплению взаимных экономических связей. Глава государства также подчеркнул результаты проведенных переговоров на высшем уровне в ходе официального визита в США в январе этого года. Нурсултан Азарбаев напомнил историю развития сотрудничества между двумя странами, рассказав о соглашениях, заключенных в первые годы независимости Казахстана. Президент отметил, что республика осуществляет многовекторную политику и поддерживает добрые отношения со всеми странными партнерами. В свою очередь Улбор Росс поблагодарил президента за встречу и добавил, что вместе с ним в Астану прибыли представители 16 американских компаний. Они намерены развивать торгово-экономическое отношение с Казахстаном. Министр торговли США передал Нурсултану Азарбаеву слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между странами. Искренне вас приветствую. Добро пожаловать в Астану. Я благодарю за ваш приезд. Ваш визит является важнейшим свидетельством интереса вашей страны, нашему региону, особенно экономических связей. Я хорошо помню мой визит в январе в Вашингтон, наши переговоры в Белом доме, у нас с президентом Дональдом Трампом получилось взаимопонимание. Двухсторонние отношения с вашей страной начались, как только Казахстан получил независимость и развалился Советский Союз. То есть 27 лет. Первое соглашение, после того, как мы отказались от ядерного оружия, закрыли крупнейший в мире ядерный полигон, с президентом Бушим Старшим мы подписали первый договор о нашем сотрудничестве. И тогда же компания «Шеврон» подписала со мной соглашение работать в Казахстане. История работы компании «Шеврон» лучше всего рассказывает, как можно делать бизнес в Казахстане. Они наши большие пропагандисты. После них были другие крупнейшие компании. Вашей страны «Эксен Мобил», «Деновла Электрик» и остальные 700 компаний. Я думаю, что мы вывели политическое казахсанско-американское отношение на уровень расширенного партнерства. Об этом подписано заявление. В рамках моего визита я встретился с большой группой капитанов бизнеса вашей страны. И в ходе этого совместного форума нашего было подписано 27 коммерческих документов на сумму 7 миллиардов американских долларов. Поэтому начало положено хорошее. Сейчас наша торговля – это около 2 миллиардов долларов. В этом году выросла на 30%, но это еще только начало. Я уверен, что ваша страна серьезно намерена здесь присутствовать и с нами работать. Мы готовы сделать все возможное, чтобы это было приятно. Я с большим удовольствием нахожусь у вас здесь. Я впервые прибыл в Казахстан. Я очень поражен архитектурой, которую я видел по дороге из аэропорта. Также я вижу большой объем строительства. И действительно, это говорит о стремительном развитии экономики. Я понимаю, что здесь вырос большой мегаполис на месте, где раньше была просто степь. Это действительно большое достижение. Я приехал с делегацией из 16 американских компаний. Это первая наша миссия в Казахстан. И это очень хороший знак на будущее, так как бизнесмены изъявили желание самостоятельно приехать сюда, так как хотят делать бизнес здесь, в вашей стране. Я благодарен, что вы выделили свое время и согласились побеседовать. Господин Трамп попросил передать лучшие пожелания лично вам. Как сообщают в Министерстве иностранных дел, в прошлом году объем товарооборота Казахстана с Соединенными Штатами составил полтора миллиарда долларов. В том числе экспорт 354,5 миллиона, а импорт из США на миллиард 100 миллионов долларов. В этом году цифры выросли. За 8 месяцев с начала года объем товарооборота составил 1 миллиард 462 миллиона в американской валюте. Это на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Что касается инвестиций, то по состоянию на 1 июля воловой объем привлеченных средств из США в экономику нашей страны с 2005 года превысил 33 миллиарда долларов. И вот о том, чем интересен Казахстан для американского бизнеса, узнаем прямо сейчас. Моя коллега Анжела Гарипова побеседовала с министром торговли Соединенных Штатов Уилбором Россом. Добрый вечер. Итак, у нас в гостях министр торговли США мистер Уилбор Рос, эксклюзивно для Хабар-24. Здравствуйте, господин министр. Я знаю, что вы очень заняты здесь, и спасибо, что нашли для нас время. Я рад, что у меня был шанс встретиться с вами. Не могли бы вы рассказать свои впечатления от встречи с президентом господином Нурсултаном Назарбаевым? Мы встречались прежде, когда он был в Вашингтоне в январе этого года. И у нас была уже прекрасная дружеская беседа, в которой мы коснулись широкого круга вопросов, в том числе экономических и геополитических. О чем вы говорили сегодня? Какие были главные темы? Мы говорили о совместных планах развития в нескольких секторах экономики. Это и сельское хозяйство, логистические вопросы, вопросы транспортировки, потенциал прямого воздушного сообщения между нашими странами для авиаиндустрии, нефть и газ. Таким образом, мы обсудили очень широкий круг экономических вопросов. Что мы можем ожидать в качестве результата после этой встречи? Какие изменения? Я думаю, что главные изменения после каждой встречи – это сближение, улучшение взаимопонимания между нашими странами, и это способствует укреплению отношений Казахстана и США. Мистер Рос, чем Казахстан может быть интересен для американского бизнеса? Это растущая и быстро развивающаяся страна с огромным количеством качественных природных ископаемых. Более того, имеющая очень важное географическое положение и состоящая в прекрасных отношениях с соседними странами из США. Так что это очень интересно с точки зрения уникальной геопозиции. Как вы думаете, Казахстан может играть главную роль в партнерстве между Центральной Азией и США? Конечно, связи, дороги, которые постоянно развиваются, могут сделать страну главной дистрибьюторской точкой региона. Казахстан также имеет стремление стать финансовым центром региона и имеет все шансы на это, как и было сказано прежде, благодаря уникальной позиции между Гонконгом и Лондоном. У меня есть еще вопрос. Можем ли мы считать, что отношения наших президентов могут играть определенную положительную роль для экономического сотрудничества двух стран? Да, безусловно. Именно поэтому я сейчас нахожусь здесь. Другим доказательством является то, что сейчас в Казахстане работают более 150 американских компаний. Кроме этого, мы зарегистрировали работу еще 16 других компаний, и это значительное число. Как вы думаете, могут ли американцы быть заинтересованы в нашей продукции и в какой именно? Я считаю, что главное – это природные ресурсы. С продуктами сельского хозяйства дела обстоят немного сложнее, сопутаннее, потому что вы продаете свои фрукты и овощи в свежем виде. Они натуральны, без ГМО и различных добавок, но имеют короткий срок хранения. Однако я считаю, что американцев может заинтересовать ваше мясо. Спасибо. И буквально еще один вопрос. Какое впечатление у вас сложилось об Астане и Казахстане в целом? Я был сильно впечатлен Астаной по дороге из аэропорта в центр. Во-первых, столько красивых зданий, такая интересная архитектура. Современные сооружения столицы поражают воображение. Кроме того, я увидел красивые монументы и памятники, и это действительно поражает, ведь всего десятилетия назад здесь была просто степь. Думаете, мы можем привлечь множество туристов из Америки? Я думаю, да. Чтобы к вам приезжало больше американцев, надо улучшать авиасообщение между странами. Огромное спасибо, мистер Росс, за ваше время. Я желаю успехов вам здесь и дома в Соединенных Штатах. Спасибо большое и вам. Итак, у нас в гостях был министр торговли США, мистер Уилбур Рос. Эксклюзивно для Хабар-24. Всего доброго. Казахстанско-американские отношения вышли на уровень расширенного партнерства. Соответствующее заявление было подписано во время встречи Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом в январе этого года. О том, как развивается сотрудничество сейчас и какие перспективы, мы поговорим с экспертом, ведущим научным сотрудником Центра макроэкономических исследований и прогнозов Мадияра Кинжбулатова. Добрый вечер. Как вы оцениваете нынешний уровень двусторонних экономических отношений? Добрый вечер, Сергей. На самом деле, я считаю, что наши взаимоотношения развиваются поступательно, еще с момента обретения нами независимости. Если взять экономические взаимоотношения в целом, то их можно разделить. Есть инвестиционные партнерства, например. То есть Соединенные Штаты Америки, если взять с 2005 года, то привлеченные инвестиции составили более 33 миллиардов долларов. Соединенные Штаты постоянно входят в первую тройку инвесторов в экономику Казахстана. Если взять, скажем, с точки зрения торговли, то торговля, так же примерно, как президент сказал, в прошлом году это было около 1,6 миллиардов долларов. В этом году уже по итогам 8 месяцев на 30% выросла торговля. И я считаю, что в этом году будет около 2 миллиардов долларов торговля. То есть поступательно развиваются отношения. Матмадиро, ну а развитие экономических отношений, что могут дать региону Центральной Азии в целом? На данный момент я считаю, действительно, не то что я считаю, это факт, что казахстанская экономика является самой крупной экономикой региона Центральной Азии. И Соединенные Штаты, в том числе через нашу страну, хотят зайти в этот регион. Здесь хочется отметить как раз-таки наше сотрудничество. Если мы в прошлые годы сотрудничали в основном в сфере добычи природных ресурсов, скажем, в других сферах, то на данный момент стоит перед нами задача выхода на то, чтобы сотрудничать в том, чтобы американские инвесторы помогли нам в раскручивании, скажем так, нашего международного финансового центра в Астане, который мы пытаемся, чтобы он заработал. Мы знаем, что уже есть соглашение МФЦА с Насдак, и я считаю, что эти наши взаимоотношения будут дальше развиваться в таком же ключе. То есть первостепенно это будет развитие именно через МФЦА, я правильно понимаю? В том числе, я считаю, что в том числе, да, то есть это финансовый сектор, так как Соединенные Штаты Америки и Нью-Йорк в частности являются мировым финансовым центром. То есть опыт Нью-Йорка, опыт, например, биржи Насдак для нас бесценен в этом плане. Спасибо, Мадьяр, за ответы. С нами на прямой связи был ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований и прогнозов Мадьяр Кинжбулат. Больше 300 компаний со всего мира показали лучшую сельскохозяйственную технику на выставке в Астане. Она проходит ежегодно и в этом году собрала представителей больше 20 государств. Наш корреспондент Асхат Ниазов тоже побывал на выставке и увидел, какие технологии готовы предложить друг другу фермеры. Прошли те времена, когда фермеры работали вручную. Сегодня, если у тебя небольшое хозяйство, ты без труда можешь приобрести вот такой маленький трактор. Если же есть возможности, пожалуйста, покупай вот такого красавца. Посмотрите, сегодня тракторы идут с антибликовыми стеклами. Хочешь трактор поменьше, хочешь с ковшом, хочешь комбайн. Ежегодно эта выставка собирает лучшую сельскохозяйственную технику со всего мира. Но давайте в этом году сделаем упор не на технику, которую мы показываем каждый год, а на технологии, которые представлены в соседнем зале. Ведь технологии сегодня гарант успеха для любого фермера. В этом зале уже нет необходимости в огромных витринах, в которых поместился бы суперсовременный трактор. Некоторые образцы и вовсе показывают на видео. Специальная спутниковая система позволяет фермерам следить за своими полями. А это значит выявлять проблемы на ранних стадиях, еще до посевного сезона или наоборот, когда культура выросла и уже нельзя проехать вглубь. Фермер будет получать снимки из космоса. Стоимость около 500 тенге за гектар. Например, идет развитие вредителей. За счет плохой всхожести, например, появились участки, которые какие-то проплешины, просевы. То есть в дальнейшем это можно проанализировать, собственно, провести дефектовку селок, например, и лучше работать в следующий сезон. То есть уже оперативно нельзя повлиять, но постфактум можно комборг вывода применить различные. А вот эти штуки нужны, чтобы экономить топливо. Оказывается, сегодня есть большая проблема – воровство бензина и солярки. Масштабы доходят до таких размеров, что после установки этой системы экономия доходила до 50%. Но не только за воришками позволяют следить эти установки. Мониторинг идет комплексный. Система умеет работать с перекрытиями, то есть когда по одному и тому же месту механизатор ездит дважды, зачастую просто умножают ширину рабочего органа на трек, и пытаются таким образом получить обработанную площадь. На самом деле механизатор зачастую ездит дважды, трижды, четырежды по одному и тому же месту. И либо получается, что поле в 100 гектар реально обработано, кажется, что 120-150 гектар, хотя на самом деле там может быть обработано и 70. Выставка показала – все возможности есть. Ценовая политика разная. Теперь фермерам нужно втянуться в новые технологии и понять, что с лопатой и мотыгой далеко не уедешь. Время сейчас такое. Асхат Ниазов, Ганил Шимбаев, Хабар, 24, Астана. И вот чем казахстанским аграриям поможет наука и какие технологии они уже используют, об этом прямо сейчас в программе «Актуально». Повышение конкурентоспособности, рост производительности и улучшение качества сельскохозяйственной продукции тесно связано с внедрением новых технологий. О том, как осуществляется трансфер международного опыта и какие ноу-хау уже используют в сельском хозяйстве, расскажу в ближайшие несколько минут. Это «Актуально». Здравствуйте. Чем поможет наука казахстанским аграриям? Благодаря внедрению современных технологий производители получат возможность принимать ключевые решения на основе данных, поступающих в режиме реального времени. Это в том числе такие важные составляющие, как состояние посевов, влаги, питательных элементов в почве, вредителей и вероятности осадков. Множество IT-решений для всех многочисленных процессов в сельскохозяйственном производстве и переработке напрямую и в основной степени влияют на эффективность ведения бизнеса, повышение производительности труда, рентабельности и, в конечном счете, конкурентоспособности агропредприятий от мелкого фермерского хозяйства до крупных агроформирований. В связи с чем? Министерством сельского хозяйства будет выстроен прозрачный и просчитанный принцип для IT-сообщества и агроформирований по масштабному внедрению востребованных и эффективных автоматизированных систем для агробизнеса, а также выработаны механизмы стимулирования применения лучших практик автоматизированных систем в сельскохозяйственном производстве. Для внедрения всех этих технологий будут созданы необходимые условия, что позволит привлечь в агропромышленный комплекс дополнительные инвестиции. Для поддержки субъектов АПК в ближайшее время Министерство сельского хозяйства будет реализовывать дополнительные меры. Предлагается внедрить новый инструмент аграрную расписку, которая позволит инвесторам и кредиторам финансировать производство сельхозпродукции за счет продажи урожая до его фактического сбора, то есть под залог будущего урожая. Также будет осуществлен переход с обязательного на добровольную форму страхования. При этом будет использована господдержка части страховых премий, а не страховых выплат, как это было раньше. Это позволит повысить эффективность мер господдержки и снизить риски сельхозпроизводства. В Министерстве сельского хозяйства уже разработали специальную дорожную карту по развитию аграрной науки и трансферту технологий. Она предусматривает реорганизацию структуры научно-образовательного центра путем сокращения дублирующих научно-исследовательских институтов. В международной практике количество центров внедрения и распространения знаний преобладает над количеством научно-исследовательских институтов. Так, например, в США на один институт приходится 9 опытных станций, 290 центров распространения знаний. У нас на один НИИ приходится 0,6 опытные станции и половина центра распространения знаний. То есть исследовательская база превалирует. В этой связи проводится оптимизация. Количество научных организаций число НИИ сократится с 23 до 12. Количество опытных станций возрастет с 12 до 19. Дополнением к ним станут базовые частные хозяйства, на которых будут проводиться опытные демонстрационные мероприятия. Внедрение современных научных разработок в сельском хозяйстве будет осуществляться в комплексе с приобретением новейшей техники. В некоторых регионах нашей страны уже начали использовать небольшие летательные аппараты, дроны, для обследования сельскохозяйственных территорий с высоты птичьего полета. Одним из первых мы приобрели дрон. Выбирали беспристрастно, без какой-либо рекламы, по параметрам, стоимости, положительным отзывам. Мы даже не называем фирму-производителя, когда выезжаем на тестирование к фермерским хозяйствам. Для нас главное показать, как квадрокоптер может помочь аграрию или животноводу при ведении бизнеса. Мы проводим испытания, демонстрируем преимущества этих новшеств. Есть те, кто считает, что в подобных новинках технического прогресса они не нуждаются, но мы показываем, доказываем, их внедрение необходимо. Но аграрии в большинстве случаев все же предпочитают работать по старинке. И с опасением относятся к такого рода техническим ноу-хау. Всеобщая цифровизация агропромышленного комплекса не за горами. И крестьянским хозяйствам, которые хотят выжить и быть конкурентными, придется к ней присоединиться. Это актуально. Актюбинцы активно аккредитуются и приобретают доступное жилье. На сегодня больше ста человек уже получили одобрение банков по программе 7-20-25. В регионе подсчитали, такими темпами до конца года новоселье отпразднуют 250 семей, а на следующий год как минимум в два раза больше. Елена Устимович встретилась с счастливыми новоселами. Еще одна молодая семья стала счастливым обладателем собственной квартиры. Мольдер и ее супруг приобрели просторную двушку в новом микрорайоне Нур-Актюбе. Вспоминают, документы собрали быстро. Одобрение банка тоже не пришлось долго ждать. С первоначальным взносом помогли родители. Тепло, уютно. Нам все квадраты охватают. Ежемесячным плотием 27 тысяч тенге. Мы очень рады. Спасибо от государства получили жилье. Такие программы нужны. Актюбинцы активно вливаются в новую жилищную программу 7-20-25. На сегодня 131 человек уже воплотили мечту в жизнь и приобрели собственное жилье. При этом они самостоятельно выбрали район, застройщика, банк и срок кредитования. Новая программа эта позволяет. Главное, чтобы стоимость жилья не превышала 15 миллионов тенге. Более 200 заявок поступило от городских жителей. Кредитование осуществляют 7 банков. Очень много людей приходят на консультацию, узнают. У нас по городу Яктюбе на данный момент около 21 компании. Сейчас завершают строительство. И надеемся, что в дальнейшем у нас по городу будет больше клиентов, которые захотят получить кредит, приобрести жилье именно по этой программе. Пик кредитования впереди, считают эксперты. Они рассчитали, наплыв участников программы 7-20-25 начнется, когда заработает механизм субсидирования первоначального взноса. Местные власти сейчас прорабатывают правила. Но уже ясно, воспользоваться помощью из местного бюджета смогут жители, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, а также бюджетники, военнослужащие и сотрудники полиции. Почти 22 тысячи актюбинцев сегодня числятся в очереди на получение жилья. С запуском субсидирования первоначального взноса по кредиту горожане смогут приобрести жилье самостоятельно. В этом году с помощью доступной ипотеки 250 семей успеют въехать в новые квартиры. А на следующий год новоселье отпразднуют не менее 500. Елена Устимовича и Бегдаутов, Актобе, Хабар-24. Астана вновь может стать площадкой для международных переговоров. Такое предложение прозвучало в выступлении главы государства на Брюссельском форуме «Азия-Европа». Эксперты считают, что такая перспектива позитивно отразится на внешнеполитической деятельности Казахстана и в очередной раз подчеркнет его статус на мировой арене. Выступая на пленарной сессии данного саммита, глава государства высказал точку зрения Казахстана, позицию Казахстана в отношении той мировой ситуации, которую мы сегодня видим. И выступил с предложением о созыве встречи высокого уровня по вопросам международной безопасности. В том числе, если будет такая необходимость, была предложена и Астанинская площадка. По итогам саммита было принято заявление председателя, которое охватывает очень широкий спектр вопросов, начиная от политики и безопасности, экономики и финансов, заканчивая вопросами образования и экономики. Планы США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности чрезвычайно опасны. Россия будет думать о защите своих интересов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после двухдневного визита в Москву советником по нацбезопасности США Джона Болтона. О чем говорил Путин и Болтон? Выйдет ли все-таки Америка из договора, узнаем у международного обозревателя Гульнары Жандагуловой. Гульнар, ну все-таки выходит или не выходит? Ну, Сергей, очевидно, что выход все-таки состоится. Кстати, этим крайне обеспокоены в Европе. В НАТО уже заявили, что выходки Дональда Трампа могут привести к гонке вооружений. Ну а как прошла сама встреча, мы поговорим прямо сейчас. Побывавший с визитом в столице России Джон Болтон, тот самый советник Трампа по безопасности, известный своим критическим отношением к вопросу контроля над вооружениями. Он давно призывает к выходу США из ракетного договора. И вот как раз ему и были делегированы полномочия по обсуждению деталей с Владимиром Путиным. Российский лидер, приветствуя советника, не без сарказма и удивления заявил, что ему непонятны шаги американской администрации. А Россия, по его мнению, даже не провоцирует. Давайте послушаем, что говорил российский лидер. Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбовой политики, с 13 оливками. Вопрос. Ваш орлан уже все оливки склевал, а остались одни стрелы. Почему? Но оливковую ветвь и оливки я с собой не привез. Если вы помните, то оливковая ветвь держится в правой лапе у орла. Так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом. Ну а на вопросы российских СМИ, не окажется ли Европа в заложниках после выхода США из ракетного договора, советник Трампа заявил, что угроза – это наличие российских ракет на европейской территории. Таким образом, ответственность за высказанное ранее Белым домом намерение выйти из договора помощник президента США возложил на Москву. Болтон заявил, что Россия пыталась скрыть факты разработки ракет средней и меньшей дальности с 2013 года. К тому же договор устарел, считает советник. Это напоминает мне штуку про договор ПРО, который мы обменивали в 2001 году. Тогда на мониторах всех журналистов была одна фраза, что договор ПРО – краеугольный камень глобальной стабильности. Тем не менее, ничего такого не произошло. То же самое, наверное, можно сказать и о договоре. Однако позже на итоговой пресс-конференции Джон Волтон назвал переговоры с российскими партнерами продуктивными и детальными. Ну а пообщаться напрямую Путина и Трампа появится возможность на полях международных саммитов, которые состоятся в ближайшее время. Например, в Париже предложил российский лидер. Правда, парировал, если, конечно, американская сторона заинтересована в контактах. Ульнара, ну вот известна ли точная дата? Да, это уже дата известна. Это 11 ноября в Париже, где состоится празднование к столетию окончания Первой мировой войны. И вот сегодня Трамп подтвердил, что да, он не против встретиться с Владимиром Путиным. Ну, будем надеяться, что договорятся все-таки. Спасибо. Премьера нового сериала «Карлыгашуя Салганда», снятого по заказу агентства Хабар, прошла накануне в одном из кинотеатров столицы. В предпоказе приняли участие актеры, сыгравшие главные роли. Это Камшат Жалдыбаева и Ирки Булан Даеров. О чем будет сериал и когда казахстанский зритель сможет увидеть его, в эфире расскажет наш корреспондент Николай Путилин. Карлыгаш – сильная независимая женщина с хорошим бизнесом и большими возможностями. Единственная проблема – отсутствие личной жизни. Тоскин вдовец в одиночку воспитывает троих детей. В какой-то момент он попадает в больницу. Карлыгаш решает помочь и приводит его дочерей к себе домой. После чего ее жизнь меняется кардинально. Аня Салхабар всегда делает в первую очередь акцент на смысле, на содержании проектов. Поэтому этот сериал рассказывает о семейных ценностях, о том, что очень важно иметь семью, что необходимо сохранить отношения, сохранить любовь к детям, несмотря на сложные ситуации в жизни. Всех секретов сериала авторы раскрывать не стали, однако заверили, что это одна из самых ярких работ отечественного производителя. Актерский состав был подобран идеально. Все, кто играет роль, уже давно полюбились зрителям телеканала «Хабар». Мой персонаж, она очень похожа на меня, ну, в плане ее жизненные принципы, ее образ жизни. Можно сказать, некоторые семейные моменты, да. Поэтому я, можно сказать, в какой-то части даже играла саму себя. 12 серий по 40 минут каждая в такой хронометраж создатели уместили эту захватывающую историю любви. Телевизионная премьера Карла Ашья Салганда состоится 29 октября в 19.15 и будет транслироваться с понедельника по четверг на телеканале «Хабар». Николай Путилина, Азамат Саметов, Дмитрий Димитриев, «Хабар-24», Астана. На этом все. На наш эфир продолжит программа «Круглый стол» с Рахимом Ошакбаевым. Добрый вечер. Добрый вечер. Я рад приветствовать вас в эфире программы «Круглый стол» с Рахимом Ошакбаевым. Совсем недавно в СМИ разлетелась публикация о том, что через 5 лет ЕНПФ может не хватить денег для выплаты пенсий. Национальный банк сразу же опроверг эту информацию, расценив ее как провокационную. О реальном финансовом состоянии ЕНПФ мы поговорим сегодня с нашими гостями. Евгений Сейпульник, председатель Общественного совета Единого накопительного пенсионного фонда. И Адиль Мамажанов, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт Рак Казахстан». Добрый вечер. Здравствуйте. В одном известном интернет-издании было опубликовано громкое интервью, что, цитирую, «С каждым Новым годом ЕНПФ тратит в год свыше 30% совокупных активов, а динамика новых вкладов нисходящая. Это приведет уже в ближайшие 5 лет к неплатежеспособности ЕНПФ для вкладчиков». На что Национальный банк ЕНПФ выпустили пресс-релиз, в котором привели следующую статистику, что входящие денежные потоки превышают в 4 раза исходящие денежные потоки. И согласно актуарным расчетам, в ближайшие 5 лет входящие пенсионные потоки будут увеличиваться. И также превышать исходящие потоки с 2019 по 2023 год суммарный объем пенсионных взносов составит порядка 5 трлн. тенге. И при объеме выплатов 1,3 трлн. тенге. Мы также перепроверили эту информацию. Пожалуйста, можно вывести на экран наш слайд. Действительно, ЕНПФ имеет устойчивый профицит по денежным потокам. За 9 месяцев 2018 года в ЕНПФ поступило 617 млрд тенге пенсионных взносов, а пенсионные выплаты составили всего 131 млрд тенге. То есть приток в 4,7 раза превышает отток. В результате пенсионные активы растут и с начала 2017 года, это не полных 2 года, пенсионные активы выросли на достаточно серьезную сумму, она меня удивляет, это 2,2 трлн тенге. Или на треть с 6,7 трлн тенге до 8,9 трлн тенге. То есть аккумулируются достаточно значительные суммы в едином накопительном фонде. И мне кажется, по этим цифрам очевидно, что ничего не угрожает финансовой стабильности как ЕНПФ, так и пенсионной системы в целом. Вы согласны с этим, Евгений? Абсолютно с этим согласен. У нас уже стала национальная традиция, какой-то скандал устраивать на фоне пенсионных средств. Что-то сказать и не иметь подтверждения на эти случаи. Поэтому это обычно уже ситуация и не надо верить таким слухам. Меня смущает то, что достаточно серьезные издания и телеканалы, они стали прямо на алармистских коннотациях тиражировать эту информацию. Хотя для того, чтобы ее перепроверить, даже не нужно обладать серьезным финансово-экономическим образованием. Как вы это объясняете? Я полностью с вами согласен. Дело в том, что мы посмотрели исходные расчеты, которые опубликовал уважаемый эксперт. И у нас возникли тоже вопросы по методологической части, по тому, как считались эти результаты и каковы выводы. То есть мы пришли к абсолютно противоположным выводам. Ну и как вы объясняете, что, я прошу прощения, к концу 2018 года, после всех лет строительства финансового рынка, столько инвестиций и проектов финансового образования, тем не менее, эта новость прям настолько там резонансная и получает тиражирование. Я думаю, здесь вопрос к редакторам тех изданий, которые тиражируют такую информацию. То есть редакционная политика их хромает? Абсолютно. Всем нужны скандалы, они привлекают внимание. Поэтому, а пенсионные средства, это же наши, они цепляют всех граждан Казахстана, поэтому они всегда близки. Этим они и пользуются. Его величество кликбейт. То есть они пытаются увеличить количество просмотров на эпатажной информации. А вот прошла информация, что вроде как, это слухи, я не имею официальной информации, что рассматривается вопрос подачи в суд даже на этого эксперта за распространение недоставерной информации. Как вы думаете, это правильно? Мы обсуждали эти вещи и с ЕНПФ, и с Национальным банком, но есть собственные структуры Национального банка, которые принимают решения. Моя позиция как председателя общественного совета и как юриста это необходимо сделать. Потому что обращение в суд исключает подобные случаи в будущем. Адиль? Я полностью согласен. Здесь необходимо дополнительно к судебным разбирательствам подключать какие-то профессиональные стандарты, этики, в первую очередь экспертного сообщества и, конечно, журналистского сообщества. Но все-таки это не получило вот это эпатажное и очень некомпетентное заявление, не получило вообще никакой оценки со стороны гражданского общества, экспертного общества, журналистского общества. Может потому, что все уже устали от таких заявлений. Поэтому они уже не вызывают настолько сильные скандалы, как это было там несколько лет назад. Ну хорошо, Евгений, давайте обострим. Сколько лет вы уже председатель общественного совета? С 2017 года, почти два года. Вот функция какая общественного совета? Функция общественного совета... Как раз коммуницировать, правильно же, обеспечивать? Это некая прослойка между вкладчиками, пенсионерами и, скажем так, чиновниками ЕНПФ и Нацбанка. Ну вот этот кейс вы не расцениваете как некий, ну я прошу прощения за выражение, такой плевок в лицо или пощечина общественному совету, его функции нет? Нет, абсолютно нет. Почему? Никто даже не среагировал на эти вещи. А может должны были среагировать? Вы же общественный совет как раз. Нацбанк среагировал достаточно оперативно, он опроверг эту информацию. То есть больше, чем сказал Нацбанк, наверное, общественный совет точно не может сказать. А кому больше верят, вот этим ипотажным заявлениям экспертам, либо Нацбанку? Как практика показывает, за последние года полтора все-таки больше верят общественному совету. И больше верят национальности. Общественности. Больше верят именно данным Национального банка и самого фонда. Потому что есть определенные показатели работы Национального банка. Как бы кто бы что ни говорил, но последние два года у нас Национальный банк приносит инвестиционный доход. Может быть не всех он устраивает размер дохода. Нацбанк или ЕНПФ? Нацбанк. Доверительным управлением инвестиционных денег занимается Национальный банк. То есть он все-таки находится в плюсе. Поэтому в сложившейся команде, которая сейчас работает в Национальном банке, все-таки ей доверия больше, чем каким-то псевдоэкспертом. Хорошо. Адиль, даже после опровержения Национального банка, я получал в различных чатах мессенджера WhatsApp ролик из одного уважаемого телеканала, в котором вот эта информация опубликована в не менее уважаемом, респектабельном СМИ, она тиражируется. Так кому больше верят? Сарфанному радио, либо официальным пресс-релизам? Я думаю, знаете, любая информация находит свою целевую аудиторию. И в данном случае, я думаю, произошло то же самое. Люди, которые хотя бы немножко разбираются в том, что такое. А которые не очень разбираются? Я подозреваю, что они склонны верить тому, что им кормят такие СМИ. Кормят такие СМИ. Хорошо. Но в подтверждении, наверное, этого тезиса, перейдем ко второму вопросу, это фейковая рассылка выплаты из ЕНПФ. Недавно, опять-таки, в том же мессенджере WhatsApp прошла рассылка, что вкладчикам ЕНПФ возмещается 150 тысяч тенге в связи с инфляцией. В результате люди начали штурмовать цоны для того, чтобы получить эти 150 тысяч тенге. Вот чем вы связываете этот второй ажиотаж? Может, это какая-то целенаправная кампания против ЕНПФ? Знаете, я смотрю на это как с довольно философской точки зрения. Я думаю, что это хороший сигнал, то, что начали штурмовать. Это значит, что люди ощущают, что все-таки это их деньги, что это их собственность. И что она им принадлежит, и они имеют права на нее. Это намного более определенное чувство собственности, чем, допустим, по отношению к активам национального фонда. Я думаю, это хорошо. Я единственное добавлю, в этом случае люди еще и понимают, что деньги там все-таки есть, они там находятся. Иначе бы не пришли для получения. Безусловно. То есть вы вообще в Совете считаете, что это ниоткуда без добра, как минимум или как максимум? Мы стараемся убирать скандалы, потому что они мешают работе. И мы стараемся не участвовать в этих скандалах, если это действительно не нарушает права наших вкладчиков или пенсионеров. То есть эта информация просто-напросто, повторюсь, она мешает работе. Мы внутри Совета смотрим изнутри, как работает и ЕНПФ, и Национальный банк. Поэтому на такие мы реагируем. Общельный Совет существует уже два года, да? Он существует с февраля 2017 года. Февраля 2017 года, то есть где-то полтора года, да, получается? Вот кто входит в состав, чем вы занимаетесь, что вы делаете, как рассматриваете? Различные представители и по возрасту, и по социальному статусу, и по уровню дохода. Это и вкладчики, и пенсионеры, с одной стороны. С другой стороны, это и журналисты, и финансисты, и юристы, и представители общественных организаций. Как часто вы собираетесь, что вы рассматриваете? Какой вот конечный продукт вашей деятельности? По положению мы должны собираться раз в два месяца. Как правило, мы собираемся тогда, когда возникла необходимость. То есть когда возник какой-то вопрос, который требует нашего вмешательства или участия. То есть если мы рассматриваем какие-то предложения, например, по самозанятым, мы собираемся. Если нам нужно внести какие-то предложения в Национальный банк, мы собираемся. Если вопрос стоит о должниках ЕНПФ, об оказании содействия ЕНПФ со стороны общественности, мы так же собираемся. То есть в принципе мы собираемся тогда, когда необходимо, когда возникла проблема. Хорошо, по этим двум кейсам вы не делали никаких заявлений официальных? Нет, мы не делали заявлений, мы обсудили внутри Совета и не нашли необходимые какие-то заявления делать. Понятно. Хорошо. Ну на мой вкус, как раз Общественный Совет, мне кажется, должен был как-то сказать, вот мы представители общественности, работаем с ЕНПФ, это все неправда, не верьте. Вот мы, общественники, за этим смотрим. Достаточно быстро среагировал на этот случай сам ЕНПФ, и он дал пресс-контакт. Ну да, но кашу маслом здесь не испортишь, чем больше источников, которые это опровергают, тем, наверное, лучше. Иногда хуже, то есть если мы постоянно начнем опровергать, это привлечет больше. Давайте тогда перейдем к такому самому, наверное, обсуждаемому вопросу, когда в целом говорится про ЕНПФ, это управление пенсионными активами. И вот вопрос, куда и с какой надежностью размещаются активы ЕНПФ, мы помним скандал, с которым мы в том числе с вами соприкоснулись, наверное, да, это инвестиции в 250 миллионов долларов в ценные бумаги Международного банка Азербайджана. Соответственно, эта история поставила под сомнение, насколько надежна эта система принятия решений в отношении того, куда инвестируются деньги, и действующий председатель правления Международного банка, если мне не изменять память, тоже дал достаточно такую серьезную оценку тому, как принимались эти решения. Но в конечном счете эта история, я так понимаю, благополучно разрешилась, и этот долг был обменен на государственные ценные бумаги целого государства Азербайджана. Правительство. Да, правительство. То есть пенсионные деньги не были утеряны, несмотря на наши с вами опасения. Мы должны правильно сказать, пенсионные деньги не были утеряны, но мы немножко недозаработали. Потому что случилась вот эта ситуация. Но был риск потерять их, да? Риск, в принципе, наверное, потерять любые деньги есть, потому что это фондовый рынок. Те ценные бумаги, они были очень, ну скажем так, мусорными по факту. Банк объявил дефолт имитент. Банк объявил дефолт уже на той стадии, когда возникли договоренности о замене ценных бумаг. Не, не, ну, то есть в принципе... Даунгрейд и дефолт, технический дефолт, не официальный дефолт, а технический дефолт, когда он не смог исполнять свои обязательства, был как раз до. И мы неожиданно обнаружили, что в составе обязательства этого банка как раз присутствуют наши пенсионные деньги. И благодаря возникшему скандалу, и в том числе, наверное, вашей деятельности, как общественного совета, в итоге были проведены межправительственные переговоры, которые конвертировали эти мусорные облигации на уже надежные ценные бумаги целого государства. Ну, я бы так громко не называл их, мусорные. Но сам факт того, как красиво вышел Национальный банк из этой ситуации, он тоже заслуживает внимания. При помощи правительства? При помощи правительства, да. Но при этом можно обратить еще внимание и на других, скажем так, комментиентов, которые не только за границей находятся, они же и внутри Казахстана находятся. Есть же должники, которые кто-то возвращает, кто-то не возвращает. Есть и банки, которые уже находятся в стадии ликвидации, в которых вставлялись пенсионные деньги. И вот это в целом, тогда вопрос, давайте Аделю передадим слово, в отношении надежности размещения пенсионных активов. Во-первых, я бы хотел поддержать, что вашу идею ключевую, что вопрос принятия решений, он, конечно, требует инвестиционных решений, он требует совершенствования. Безусловно, там необходима децентрализация, нужно деперсонифицировать максимально этот процесс. В случае, если будут в будущем меняться руководства или состав национального банка, это никак не должно влиять на инвестиционную политику по накопительному пенсионному фонду. Что касается надежности вложений, мы посмотрели на две даты, это на начало 2015 года и на 1 сентября этого года, мы заметили абсолютно очевидное улучшение качества портфеля. Увеличивается количество иностранных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, это, конечно, усиливает, уменьшает подверженность валютному риску. 31% активов ЕНПФ инвестированы в валютные активы. Да, это, скажем так, я думаю, это такое последствие и урок, скажем так, после последней девальвации. То есть, как дали объяснение, чем больше валютная составляющая в активе ЕНПФ, тем в случае дальнейшей девальвации больше будут доход на пенсионные активы. Ну, доход, не доход, но, во всяком случае, они более сохранны. Более сохранны, хорошо. Так. В целом, я думаю, что управление активами Национальным банком, которое оно показывает, это достаточно хорошее. Вы можете такую общую картину дать, вот где сейчас пенсионные деньги, в чем они размещены, так укрупненно? Да, я, в принципе, могу цифры привести. 77,5% это финансовые инструменты казахстанских эмитентов, 22,5% финансовые инструменты иностранных эмитентов. Так. Да, здесь я могу... Внутри это государственные ценные бумаги Республики Казахстан, облигации депозиты, облигации квази-государственных организаций и прочие финансовые инструменты. Это то, что касается 77,5%. Иностранные эмитенты, в принципе, раскладка такая же. Я бы хотел отметить, да, что один из аргументов эксперта, который подвергает сомнению надежности пенсионного фонда, это было вложение пенсионных активов в страны, непонятно, она перечисляет страны Латинской Америки. Ну, если на самом деле посмотреть на кредитные рейтинги этих стран на Латинской Америке, то они выше, чем у Казахстана, и Казахстану там остается, честно говоря, только мечтать о таких рейтингах. Поэтому с этой точки зрения, если она говорит, что там, почему у нас активы не вкладываются в ААА, ну, бумаги ААА сейчас, допустим, в Европе, они имеют отрицательную доходность. Мы же не хотим получать отрицательную доходность по... То есть, управляя Национальный банк, управляя ЕНПФ, балансирует доходность и риск, правильно? Безусловно, да. Это ключевая задача любого... Хорошо, давайте вот еще раз цифры назовем по структуре пенсионного портфеля, куда инвестированы. 47%, практически 50%, ну, около половины, размещено в государственной ценной бумаге. То есть, эти деньги, на них купили облигации Минфина, и они находятся, финансируют дефицит бюджета, правильно? То есть, надежность по ним, ну, она, понятно, максимальная, максимальная, можно сказать. 8% это облигации квази-госсектора, то есть, госкомпаний. По ним надежность, наверняка, тоже достаточно высокая. Она близкая к суверенному. Близкая к суверенному. А иногда даже выше. 17% банки второго уровня. Вот здесь, мне кажется, есть как положительные, так и не очень положительные случаи, да? Да. Там, на самом деле, банки второго уровня, если смотреть этот раздел, то там больше половины инвестировано в банки, у которых рейтинг, опять же, выше суверенного. Это иностранные банки, это валютные вклады. Соответственно, эти деньги более защищены, чем размещенные в наших казахстанских банках. Да, ЕНПФ размещает определенные средства, пенсионные активы в наших банках и покупает бумаги. Но, наверное, это неизбежно. Надо понимать, что наши банки с 2008 года лишились внешнего источника финансирования. Им все равно нужно фондироваться, потому что необходимо кредитовать экономику. И, наверное, я думаю, что это неизбежно. Вопрос того, насколько надежны эти инвестиции, насколько надежны те или иные банки. Но я думаю, что все это регулируется. И, как мы видим, состав этой статьи, по многим токсичным банкам вложения сокращаются, изымаются. И плюс есть, мне кажется, такой опробированный шаг, что если вдруг пенсионные деньги оказались в казахстанском банке, который проявил свою неплатежеспособность, то ему всегда можно напечатать и дать денег, чтобы он заплатил, выплатил, вернул пенсионные деньги. Это джокер для национального банка. Вы еще забыли еще ключевой момент, потому что деньги размещаются в банке под определенные проценты. И, как правило, в последнее время это от 11,5% до 12% годовых. Поэтому вопрос вы правильный задали, и мы его несколько раз уже поднимали и обсуждали. Для пенсионного фонда такое размещение, конечно же, это счастье 12% годовых. Для банка все-таки это частный банк. Для него это достаточно должно быть больно. И заставить банк такие дорогие деньги взять в оборот и выплачивать 12%. Они с радостью берут же. Один уважаемый банк, когда объявили программу, сколько 400 миллиардов, в пресс-релизе Национального банка было, он уже с удовольствием выпустил эти облигации под 12% годовых, что выше базовой ставки и выше межбанка. Нацбанк тоже на месте не сидит, есть определенные ограничения к собственному капиталу. Хорошо, мы можем тогда резюмировать, что в целом переживать за счет, в отношении того, куда размещены пенсионные деньги, наверное, не стоит. Даже если банк проявит неполучиспособность, мы всегда его сможем спасти. Я усилию эту ситуацию. Есть три банка, по которым, в принципе, уже случилось погашение. Это уже банк Астана. Вернули деньги пенсионные. Казакбанк, на нем чуть-чуть недозаработали, но основную массу денег вернули. И остался Эксимбанк, который на стадии ликвидации, в принципе, по нашим данным, полностью... Большой объем проблемных заемщиков у ЕНТФ? Он варьируется в районе 40 миллиардов тенге, при этом из списка выпадают должники, которые погашают, но, к сожалению, и добавляются новые. То есть это текущая ситуация. Но в целом он уменьшается или как? Он уменьшается. Он на начало года был 41 миллиард, но сейчас порядка 37 миллиардов. Ну, принимаем во внимание, что только за 9 месяцев текущего года в ЕНТФ поступило 617 миллиардов, наверное, 40 миллиардов. Это сумма не критична. Это не критично. Хорошо. Один маленький вопрос в отношении... Хорошо, мы поняли, что в целом переживать за счет надежности размещения этих денег, наверное, не приходится. По поводу доходности. Что у нас с доходностью? Доходность на сегодняшний день на большей инфляции на 4,5-4,45%. Это те данные, которые дает Национальный банк. И мы, в принципе, это видим и по индивидуальным пенсионным счетам, и по раскладкам, которые есть на сайте ЕНТФ. То есть доходность выше инфляции. Доходность выше инфляции. Есть такая цифра, опубликованная ЕНТФ. За весь период действия накопительной пенсионной системы уровень накопленной доходности составил 481%. А при накопленной инфляции в 474,2%. То есть 481 заработали, инфляция съела 474. Осталось 7% доходности реальной. Понимаю. Поэтому все эти мы недовольны. Но вариантов, как улучшить доходность на фондовом рынке, грубо говоря, за почти 2 года работы Совета еще пока никто идеальной схемы не предложил. Хорошо. Можно вот еще один такой вопрос. Вот сейчас многие взбудоражены новацией того, что по договорам ГЧП будут взимать отчисления в ЕНТФ. И это при том, что единокопительный пенсионный фонд, можно сказать, просто бухнет от пенсионных накоплений, поступлений. То есть они очень серьезно превышают. Вот с чем связаны эти новации? Был целый сегмент, который называется самозанятых людей, которые не могли или не хотели уплачивать пенсионное отчисление, но они такие же граждане, как и мы. Но они уйдут в тень же. Никто не будет. В смысле мало кто будет платить. Есть один из вариантов, что уйдут в тень. Есть другой вариант. И вы приводите цифры, что наоборот пенсионные отчисления растут. Уйдут в тень? Не знаю. Не могу сказать. Мне очень интересно, поскольку с одной стороны внедряется такая потрясающая реформа, как единый совокупный платеж, который делает очень низкую и доступную ставку. И в итоге в рамках нее уплачиваются все обязательства, в том числе и ЕНПФ. А с другой стороны, по договорам ГПХ вводится 10%. То есть дисбаланс очень жесткий. Но еще не забывайте, что есть понятие обязательно пенсии, которая была введена. Мне кажется, этот вопрос не только к Национальному банку и ЕНПФ. Это больше вопрос Минтруда. И последний вопрос, коллеги, если можно, по поводу того, кем управляются пенсионные накопления. Мы знаем, что сначала у нас были управляющие компании, которые управляли потом. Их Национальный банк все активы объединил под ЕНПФ. И сейчас постоянно возникают разговоры в отношении того, что возможно снова вернуться к тому, что передадут какую-то часть управления частным компаниям. Вот в последнем послании президент упомянул, что необходимо повышать эффективность управления пенсионными активами. До этого, в 30 ноября 2015 года, в другом послании глава государства поручил передать пенсионные активы под управление частных казахстанских или иностранных компаний. Пока этого не до конца произошло, только в апреле текущего года в портфеле ЕНПФ появились активы под внешним управлением. Управляющей компанией стала британская Aviva Investors Global, которой передали 72 миллиарда тенге. Речь идет о компаниях по управлению пенсионными активами. И ситуация обсуждается уже года полтора. То есть это опция для вкладчиков или пенсионеров перевести свои активы из ЕНПФ в частные структуры. Но нужно будет выбирать. Либо оставить и сохранить гарантию Министерства финансов на инвестиционный доход и на соревнования. Это еще предложение? Это же пока только идея, правильно? Это было предложение Национального банка. Эта программа была разработана еще в прошлом году. И сейчас уже Национальный банк пытается ее воплотить в жизнь. То есть либо остаются деньги в ЕНПФ, либо вкладчик принимает решение на свой страх и риск перевести. Можно на часть, можно всю сумму. Это модель, инновация, которая предлагается Национальным банком. Отдельно. Твои мнения? Оптимальна текущая модель, что все под управлением государственного банка? Я думаю, что она не оптимальна. И нужно как можно быстрее вводить вот эти инновации и передавать частным компаниям. Почему? Потому что, почему, собственно, возникает всегда такой вопрос. Объединение пенсионных фондов оказало колоссально негативное влияние на финансовый рынок Казахстана. Это признает, по-моему, и Национальный банк даже, да? По-моему, да. Многие финансисты, Национальный банк и, скажем так, любых... В текущем году был опубликован документ, если не ошибаюсь, по-моему, обзор устойчивости финансового сектора, обзор финансового сектора, в котором Национальный банк, по-моему, готовил доклад Сабит Хакимжанов, говорили о том, что вот это объединение привело к серьезному сокращению ликвидности на фондовом рынке. Безусловно, это ключевой негативный эффект от объединения пенсионных фондов. И необходимо, конечно, как можно скорее от него избавляться путем передачи на управление по разным сторонам. Хорошо, но не секрет же, почему объединили? Потому что частные компании, скажем так, дипломатично плохо управляли. А если не говорить дипломатично, то там и было, соответственно, протунистическое поведение, коррупция, можно сказать. Все это можно регулировать. Мнение нашего агентства заключается в том, что и ту систему можно было просто доработать, в том числе через усиление надзора, прописывание более строгих правил в НБС-декларацию. И опять же, ключевой фактор, за счет которого Национальный банк показывает сейчас такую доходность выше инфлят, это то, что он поднял ставки по государственным бумагам. Что мешало ему сделать это, когда были частные фонды, непонятно. Друзья, наше время истекло. Спасибо вам большое за эфир. В заключение я хотел сказать, что в целом мы разобрались, что вопрос устойчивости пенсионной системы в Казахстане не вызывает никаких сомнений. В НПФ обеспечиваются поступления, которые более чем в 4 раза превышают текущие выплаты пенсии. В итоге в фонде саккумулирована внушительная сумма около 9 триллионов тенге, сопоставимая, можно сказать, с годовым бюджетом всей страны. Вместе с тем вопрос дальнейшего повышения эффективности управления пенсионными активами продолжает быть актуальным. Наша страна все еще находится в поиске оптимальной модели, проведенная в 2013 году реформа по объединению всех пенсионных активов и НПФ. В текущем году самим же Национальный банк подверглась переосмыслению и даже некоторой критике. Мы все хотели бы, чтобы наши пенсионные сбережения позволили бы нам иметь достойную обеспеченную старость. И поэтому выразим надежду, что нам удастся найти для этого устойчивую модель пенсионной системы. Спасибо, что смотрели наш эфир. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok